Никита, поздравляем с победой! Какие эмоции остались после игры? Спасибо. Ну, положительные эмоции остались от игры, но задачу тренера не до конца выполнили, поэтому будем настраиваться на завтра, надо выигрывать. Все конкуренты рядом, так что проигрывать нельзя. Играла команда уже третью игру с этим соперником. Было ли легче или сложнее, наоборот? Ну, в каких-то моментах было легче, в каких-то нет. Мы уже соперника знаем, знаем его лучшие стороны, знаем их слабину, чем на чем можно сыграть. Так что вот так. В целом, ты довольно-таки спокойный как человек по жизни, так и игрок на льду. Сегодня несколько ты показал себя в ином качестве. Что случилось? Ну, это игровой момент. На вратаря нашего поехал чужой игрок, ударил по рукам. Ну, и в обиду вратаря давать нельзя. Как сам считаешь, на сколько процентов команда выполнила установку тренера? На сколько процентов? На процентов 60. А почему так мало? Ну, не до конца дорабатывали, наверное. Будем стараться завтра исправить. Скажи, пожалуйста, что сегодня не получилось у твоей команды? Не знаю, мне кажется, сначала мы не стали, я не знаю, как сказать точно, не сразу включились в игру с первых минут. И получилось так, что мы по нарастающей накатывали, накатывали. И чуть-чуть не хватило, я считаю, в этой игре. Для тебя это первый сезон «Банхэлл». Какие эмоции? Эмоции положительные. Ребята, против кого играем, в основном все старшие. И как бы за счет этого интереснее играть. Более быстрый и жесткий хоккей. То, что мне нравится. То, что ты играешь с ребятами, в команде, с которыми ты играл в школе. Это накат какой-то опечаток положительный? Ну да, есть такое. То, что знаем. Кто как, чего, куда поедет. Кто вообще, что делать будет. Это хорошо. Какие ты для себя цели ставил на этот сезон? Именно я? Личные, да. Ну, я не знаю. Хотелось бы попасть в сборную. Чтобы меня заметили. Попасть в сборную России и поехать на чемпионат мира. Который будет в Сочи в 2014 году. Андрей, скажи, пожалуйста, какие установки давал тренерский штаб на игру? Что сегодня удалось в команде, а что не удалось? Ну, с «Алмазом» у нас игры всегда принципиальные. И тренер давал установку, конечно, на победу. Но так сложилось, что мы проиграли, не реализовали моменты. «Алмаз» тоже очень хорошо смотрелся. И им удалось выиграть. В целом, болельщики отмечают твой очень большой рост по сравнению с прошлым сезоном. И даже отметила это я, глядя одну-две игры. В чем секрет? Не знаю, наверное. Родители помогли. А ребята по команде, которые уже ушли, как-то, может, с ними дополнительно тренировался, советовался? Сейчас, может быть? Ребята, которые ушли, мы общаемся, поддерживаем также дружеские отношения. А так, предсезонку провели с ВМФ. Так же все хорошо было. Ну, и большой плюс, наверное, дало то, что мы тренировались с высшей лигой. Не смотря на то, что ты просто тренировался, насколько это сложнее? Тренироваться и быть в молодежной команде, тренироваться и быть в команде высшей лиги? Ну, с самого начала было очень тяжело. Потом по нарастающей, как-то уже подпривыкли и нормально было. Ты активный пользователь, насколько я знаю, в соцсетях, сидишь в различных приложениях. Насколько болельщики часто пишут? Болельщики? Ну да, бывает частенько, да, я сижу в Инстаграме и ВКонтакте, и бывают болельщики и пишут. Что в этом пишут? Удачи на играх, победы только желаю. Мы за нас все болеют, тоже много поклонников. Вчера стало известно о том, что сменился тренерский штаб. Несколько сменился в основе. Как-то обсуждалось это в команде? Вообще как-то настрой поменялся, возможно? Не, я думаю, настрой не менялся в команде, а то, что обсуждение, да, было очень интересно всем узнать, почему ушел Ржига. Но пока еще никто не знает. До сих пор все в секрете. Ты же не первый раз в Череповце. Сколько какие-то места полюбить, возможно, где побывал? Ну да, я не первый раз в Череповце. Мы с детства еще между Северсалью. Днем с черта играем хорошо, я всех знаю. Ну, таких особо мест я нигде не был. Но до сих пор помню вот стадион «Алмаз», который мы все время играли. Андрей, скажите, что, на ваш взгляд, нужно изменить, чтобы завтра добиться положительного для команды результатов? Я думаю, надо, во-первых, поменьше удалений. Конечно же, ну и реализовывать моменты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.